У дынях с магазинов и рынков в Гродинской области выявлено перевышение нормы утромания нитратов. Специалисты санитарных служб провели мониторинг бахшевой продукции, которая реализуется в гадлевых сетках разных форм уластности. Для проверки свежие дыни были закуплены во всех 17 районах в области. У 10-ти выпадках в узорах, привезенных с Казахстана, лабораторное доследование выявили перевышение нитратов у 2,5 раза. Признанные умолно токсичными дыни зняты с реализации. Рейды санитарных служб в поместках реализации бахшевых на Гродиншине протягиваются. Ирина Юшкевич побывала у одной из таких. Мараяровки на заблоксной санитарной службе в кропках в уличной Аганглю не самый жаданный гость. Забачивши инспектора, некоторые продавцы разумеют, что зараз доведется отказать за порушение. Документов качества ничего нет, это в РТС накладная. Здесь даже условий хранения нет, не говоря про содержание, чему он соответствует. У продавца на руках неводного документа, який подтвердил якость товару. А кроме самой Агароднины и Садовины, и продаявит нема чагу инспектору. Сколько нитратов в ваших дынях? Я, это, при чем здесь нитраты? Я же их, я когда не перевожу, проверяют, когда фуру перевозят, они же там на границе. На границе не проверяются. Вы продавец, вы нам должны сказать сколько. Специалисты санитарных службов развертать увагу и на заховывание плодов. На солнце или на дороге – нелепшее место для продуктов, якие худко убирают у себя все шкодные речевы. А вот вы не видите, что бананы вот там спорные? Это не спорчено, они просто жарко. Ну, да, жарко, может быть. Даже уже кожура лопнула, то есть он уже загазняется. А вы продаете от человека. Проверка продолжилась на рынку. Продавцы с радостью показывают свой товар и хвалят его смак и якости. Мария Ровкина проверяя, на кольки беспечно есть прыгожая дыня. Скажите, пожалуйста, а документы есть у вас, качество безопасности на арбузы и дыни? А что вы, как вы допускаете арбузы? У них, первое-наперое, что мы проверяем, у них качественное. Потом товарно-транспортные накладные. На каждую партию это дается разрешение. Очень мы делаем такой уклон на резанные арбузы. У них под подпись они ознакомлены, что реализация их запрещена. Документы у продавцов на рынку проверяют не только санитарные службы под час рейда. Это штуденная бавяза контролеров, яке дежурать с открытия и до закрытия ганглевых родов. Документы отслеживаются и в ветлаборатории, и в том числе нами, как контролерами. Мы отвечаем за каждый арбузик, за каждую дыньку. Казахстан и Краснодар, они как бы солнечные хорошие страны, все вкусненькое, все это, но отслеживать надо, потому что нитраты бывают. В этом году ничего не было по превышениям, ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Пытание безопасности продуктов харчевания у приватности якость ранних бахчевых у Центра уваги инспектора, у которых этими днями проводят проверки у ханглевых объектах разных форм уластности региона, под контролем приватной кропки, рынки, магазины и гипермаркеты. Умовы и потребования для всех однольковые, сертификат якости товару и належные умовы заховывания. Дыня вся целая, красивая, перебранная, хранится в чистых ящиках, ни на земле, ни на валах, ни без повреждения, однако оттуда. Оценка соответствия есть, и в том числе и по содержанию нитратов. Мы видим, что на этой продукции, на эту партию сделаны были испытания. Вот, например, барбуза, норма 60 миллиграмм на килограмм. В этой партии продукции барбуза только 38, то есть это норма миллиграмм на килограмм, и человек может брать для себя и удостовериться. Вообще-то нужно это делать, потому что, в принципе, здоровье на первом месте у нас всех, поэтому мы уже не только себя арбузу покупаем, да, как взрослым и детям своим покупаем, поэтому думаю, что надо, наверное, требовать все-таки документы. Тым часом, в ходе недавнего мониторинга на рынках и у магазинах в области, выявлены шерох выпадков перевышения допущального утримания нитрата у дынях, парты были сняты с реализации. Санитарные службы подкресливают, пробы берутся только у офицейных кропках гандлю. За стихийные яны отказности не несут. Не проводится надзорное предприятие лабораторного контроля в той арбузе, которая торгует и дыня, в том числе и других бахчевых, которые у дорог, земли. Такого контроля лабораторного, который не проводят, потому что все должны знать, что реализация и приобретение рецеверской продукции, в том числе арбузы в дынь, у продорожных полос, у дорог, на стихийных, неорганизованной торговли, на стихийных местах, никто не контролирует. И это вообще торговля запрещена. Как застиравшись обе и свою семью при покупке дыни Кавуно, санитарные урочи райц притримливаются некольких простых правил. В этот период нужно знать, что любая рецеверская продукция содержит нитраты, даже в норме, не обязательно в повышении нормы. А мы больше кушаем, поэтому количество съеденной продукции должно ежедневно нормироваться. Фрукты и ягоды должны кушать и на завтрак, и на обед, и на ужин, а не за один раз присесть и съесть сразу целый арбуз и целую дыню. То, что будет разовое повышение накопления, даже если будет содержаться в норме. Второе, перед употреблением, если нужно, обязательно хорошо вымыть и арбузы, и дыни. Вплоть-то, что даже смойшим, под хорошей водой вымыть и вытереть насухо разным полотенцем или просто полотенцем или салфеткой. Потому что это же скоропольщие продукты, скоропольщие ягоды. И поэтому, если будет вода, это просто будет ускорение развития микроорганизмов, даже если продукт будет качественный и безопасный. Потом, однозначно, не хранить без условий холода. Хранить в домашних условиях тоже нужно в холодильнике. И не хранить долго, когда вы разрезаны, нарушите ценность. Азнашим, что за гэтый сезон порушение правилов Ганглю у магазинах и на рынках Гродзенщины уже стали причиной знятия с продажу некольких партой охароднены и садовины. И еще столько же пошли на аутылизацию за перевышение утримания нитрату. Проверки протягнутся, рейды санитарных службов до конца сезона будут регулярными.